Но я хочу очень кратко поговорить о ком-то еще. Для так многих людей, кто такой Иисус? Вы знаете, кто Он в Британии? Для большинства имя Иисуса — это самое распространенное ругательство в Англии. Можете себе представить? Это шокирует. Почему? Потому что они не знают, кто это. Дети, которые в школе, они никогда в жизни, возможно, не видели Библию. Большинство никогда не ходило в церковь. Они не знают, кто такой Иисус. Может быть, ты не знаешь, кто Он такой. Но я могу рассказать очень просто. Он сын Всевышнего Бога. Да, мы знаем, кто такой Бог. И чему бы вас ни учили там в школе свое время, я не произошел. От обезьяны. Моей матерь не была обезьяна. И моим отцом не была рыба. Бог — мой отец. Бог — мой отец. Бог — создал меня. Бог — и моя Библия говорит, что когда Бог создал тебя, что когда Бог создал тебя, Он создал тебя по своему образу. Настолько, что когда Иисус говорил, что Он Сын Божий, люди говорили Ему, «Ну, если ты Божий Сын, покажи нам отца своего». Ну, это очень важно для украинцев. Потому что большинство из вас зовутся не только по имени, но и по отчеству. По имени отца. Да? Поэтому вы знаете, кто ваш отец. И поэтому, что они говорили Иисусу, «Если ты Сын Божий, то покажи нам, яви нам отца». Почему? Почему? Потому что когда Он пришел, Бог послал Своего Сына. Но Он жил не в каком-то там дворце. У Него не было дома, как у вашего президента. Или как у некоторых других в Украине. Он не ездил за рулем Мерседеса. Вы знаете, что говорится об Иисусе? Он родился в хлеву среди животных. У Него не было собственного дома. И на самом деле, эти первые 33 года, что Он жил, У Него не было никакой собственности. Даже одежда, которую Он носил, была с чужого плеча. И когда Он умер, Его похоронили в чужой могиле. В чужой гробнице. И в какую жизнь Он попал здесь? Через несколько месяцев после рождения Иисуса, Он стал беженцем. Вы, может быть, не знали этого? Буквально через несколько месяцев после своего рождения, из-за того, что Его хотели убить. И Ему пришлось бежать из своего дома. Ему пришлось бежать из Израиля. И он жил в качестве беженца в Египте. И вы себя ощущаете беженцами? Тогда вы бы чувствовали себя как дома, общаясь с Иисусом. Но когда Он вернулся, куда Он вернулся? Вся Его страна, Израиль, жила под коммунистическим контролем. Ну, не совсем, там римляне были. Но они не сильно отличались от коммунистов во многом. Но Он жил в захваченной, контролируемой извне стране. И вы знаете, когда меня посадили в тюрьму, и очевидно, один из вопросов, которые я задавался, почему я здесь? Я не причинил никакого ущерба. Я не совершил никакого преступления. Я только проповедовал Евангелие. И привозил сотни тысяч Библий. И вопрос был, почему? Но вы знаете, я понял, почему. Потому что только когда я попал в тюрьму, произошли две вещи. Я оказался там, потому что я любил ваших людей. И почему Иисус пришел на землю? Потому что Бог настолько возлюбил тебя. И единственным способом продемонстрировать свою любовь для Бога было послать своего сына, чтобы он жил здесь с вами. И с кем я жил там в тюрьме? Моим лучшим другом в той тюрьме стал убийца. Я там был среди преступников всякого рода. С теми, кто контрабандой возил наркотики. Но странно вот что. Я научился любить их настолько сильно. И когда я вышел из тюрьмы, и мне говорили, ну ты никогда туда больше не поедешь. Я сказал, первое, что я хочу сделать после освобождения, я хочу вернуться туда, потому что я научился любить этих людей. You see, I didn't see them as murderers and drug smugglers. Потому что я не видел их как убийц или как контрабандистов наркотиков. I saw them as somebody's husband. Для меня они были чьими-то мужьями. Somebody's son. Чьими-то сыновьями. Somebody who was loved and cared for. Такими людьми, которых кто-то любил и о которых кто-то заботился. And they made a stupid mistake. И людьми, которые совершили ужасные ошибки. But I saw the potential. I saw what God could do. And you know, the exciting thing is because of that, I've seen so many thousands of prisoners in your prisons who have found the love of God. And just as I love to speak to you, my work all over the former Soviet Union is being done not by holy men but men like those that I met in the prison. Because God sees the potential. Потому что Бог видит потенциал. He doesn't see you as who you are. Он видит тебя не просто таким, как ты есть. He sees the person that you could become. Он видит тебя таким, каким ты можешь стать. And that's what the message of God is. И в этом весть Бога для тебя. И когда Иисус сказал этому умирающему при смерти человеку в этой истории, you see, when he was lying on the floor, and his friends brought him to Jesus, why did they bring him? Everybody in that room knew that Jesus could heal the sick. And they expected him to say to the sick man, be healed. Get up and walk. And he did it. He says to a dying man, stop being so miserable. That's in my Bible. He said stop being sorry for yourself. Rejoice. Because your sin is forgiven. And you know the message of Jesus today, it's exactly the same. Peace in your heart. And to bring that peace, you need forgiveness. Do you understand? So the most important message is not the healing. The most important message is when God can forgive your sin and you forgive those who have tormented and persecuted you. And you know, in that day of prayer yesterday, yes, we prayed that the fighting would stop. And I was very strong a year ago in praying that the fighting would stop. Why? I've been to the front line. You know, people said it's so easy for you to stand in Kiev. So they invited me to Slaviansk last December. And they said will you go to the front line? I said yes. I spent a day on the front line visiting your families bringing them food. We've given them generators and many other things. Why? Because I care enough. Okay, yesterday they gave me a medal for doing it, but that doesn't mean anything. the reality I was willing to go under shell fire. Oh yeah, we were under shell fire. But I was more concerned about the people. And what did I tell them? You can find peace in your heart through Jesus Christ. that was the same message that Jesus brought. And it was the same message that Jesus brought. Peace, мир. And when I was praying yesterday in the closing prayer, I was praying for healing for the nation. If I could just share this briefly. While I was waiting in line to get on board the airplane from England, three days ago, there was a man standing next to me. He was Danish. He spoke English. I said, why are you going to the Ukraine? He said, my home is in the Ukraine. He said, my home is in the Ukraine. I've married a Ukrainian girl. And I've lived in Kiev for 10 years. I said, oh, that's interesting. Because I'm going, because we've organized the national day of prayer to stop the fighting in the east and to bring peace. Oh, he said, that's so wonderful. Thank you for what you're doing for the Ukraine. But he said, you've got a problem. Uh-huh. He said, you've got a problem. He said, when the war has finished, how many years will it take to bring peace? Сколько лет потребуется, чтобы принести мир? Pastors, what a problem. Какая проблема? How many years will it take to bring real peace? Between the two sides. между двумя противостоящими сторонами? Now do you understand? Only God can work that miracle. You may say, I don't need God. You may say, oh, I don't know why I go to church. I want to tell you from your president to every refugee from the east. The fighting may start, but only God will bring peace to your nation. That's why it's so important. That's why my message to you is so critical. because God wants to change your heart. God wants to change your life. Because only when God brings peace will there be real peace and no more fighting. The politicians can't do it. Your military can't do it. And Ukrainians, Ukrainians, I speak to you so strongly. Without God you will have no peace. The fighting may stop, but the peace has to come in your heart. And only God can put that peace in your heart right now. Are you willing? Are you willing? God loves you. God loves you so much. The Bible says He loved you so much. He sent His Son into a troubled warring fighting world. To live with people like you and me. And He lived with people like you and me. Because that's the only way. He could demonstrate His love. And what I'm asking you will you accept God's love in your life in your heart or are you going to reject it? Are you going to live with bitterness? and forgiveness? Or will you accept God's peace? God's love? And the answer is only in Jesus. Why do I love the Ukraine so much? because Ukraine you remind me of God's love for me. And every time I come to the Ukraine it's a reminder when I forgave you God forgave me and put peace in my heart and joy and comfort and warmth and when I went in December in the cold winter and stood under shell fire on the front line met with your families I gave them the same message and when I went to the commanding officers with these soldiers I gave them the same message I want you to let Jesus bring peace into your heart all you have to say O God forgive the anger forgive the hurt and I will forgive I want peace and the only way to peace is to find Jesus I want to pray O Father I love the Ukraine because I learned to love Ukrainians and in loving Ukrainians I found the love of God and the peace of God Father bring peace into every troubled heart Father help them to recognize Jesus and just call him to come into the life I want to pray with you and if you want that peace and that comfort if you want God's forgiveness let me pray with you if you will pray with me just put up your hands so that I can see come on just put up your hands and I know that you want me to pray with you come on don't be afraid don't be afraid put up your hands right now and let me pray with you Father I pray that these people would find Jesus that they would learn to forgive when they ask for your forgiveness oh God forgive them heal the wounds in their heart bring peace to the Ukraine don't just stop the fighting but bring peace into every heart in Jesus name and I want you to say this prayer with me I think it would be good if you all say it I want you to say this out loud so that I can hear oh God you are my father I come as a child bring peace into my heart bring peace into my heart forgive every sin and every wrong thing in my heart and I will forgive and I will forgive oh God with your help I will forgive everyone who has sinned against me give me peace in my heart give us peace in this nation stop the war stop the fighting but let the love of God come into this nation and bring peace on both sides of the frontier but that peace will not come that peace cannot come unless it starts first in my heart Jesus I open my heart to receive you thank you Jesus because you loved me first and I give you my heart I give you my life in Jesus name Amen 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 I want to talk to you about one of my books and it's called God is your father and you are his you know the important thing in our life is relationships and I believe everybody needs a father and that's why when Jesus came to explain who God is the only way he could really explain the relationship that you and I can have with God is he's not just God he's father and I want to show you in this book how you can know God as a father and this is so important I want to send this booklet to you and if you just write and make a donation of however small it is just communicate with us and I'll send you this booklet totally free of charge God is your father and I want him to become yours and that can happen when you read this book please send to me now this is prophetic vision it's the most powerful prophetic magazine in Europe today it's read by almost half a million people in 132 countries around the world send for it free and let God show you the path to revival in your life in your nation the important thing is this that we're able to bring you news of revival and of the power of God from right around the world in so many different countries and also while on the television broadcast you only see just a short edited program of my message on this program you're able to see and hear the whole of the message so I want to encourage you to watch this program to